Здравствуйте, это Viva Telecom И у нас сегодня на обзоре будет радиостанция Zaston D9000 Это мобильная станция, на несколько диапазонов она рассчитана на работу Crossband репиттер у неё есть Два независимых приёмника, мощность до 50 Вт, выносная панель управления Но, смотрите, мы подробный обзор делать не будем, потому что станция довольно старая Ей уже не менее 5 лет с момента выпуска Поэтому обзоры уже подробные есть на других каналах Смысла дублировать я не вижу Но нас интересует чувствительность именно в заявленных диапазонах Мы вот это проверим Ну и какие-то ключевые особенности, которые тоже интересны, также затронем Для чего, опять же, почему нам эта модель интересна? Мне придётся в скором времени проехать около 8000 километров И я хочу взять на какую-то станцию, на длительную эксплуатацию Вот в течение этого срока, ну или в течение этого километража Посмотреть, как она себя поведёт И, соответственно, хотел бы услышать в комментариях ваше пожелание Какую станцию взять, это буквально уже через неделю, наверное, мне придётся ехать Поэтому напишите свои пожелания о станции Ну и вот один из вариантов, это застон Д9000 Он также может принимать канал дальнобойщиков Естественно, обязательное условие приёма канала дальнобойщиков 27135 Чтобы слушать дорожную обстановку Она работает здесь только на приём Вот мы чувствительность и проверим Ну всё, начинаем Я тогда с комплектации не буду начинать И подробно об управлении рассказывать Просто затронем какие-то интересные особенности в этой станции Начинаем Так, ну что, давайте буду рассказывать об особенностях То есть два приёмника у него, у данного аппарата Есть отдельные индикаторы, регуляторы громкости Переключатели каналов, соответственно, на каждый из приёмников Далее, вот два входа, да, у нас микрофонный и основного блока Вот можно основной блок вынести запросто патч-кордом Вот я сейчас его и подключил Вот видите, обычный патч-корд компьютерный Он подключен к переднему, к выносному, к выносной панели управления И ещё интересная особенность И этот вход, и этот вход могут быть взаимно заменяемы То есть вы микрофон можете и в эту сторону подключить И в эту сторону Далее, интересная особенность Также есть динамик на основном блоке И есть динамик на задней панели Выносного блока управления Также тут два магнита расположены Соответственно, вот такая угловая планка идёт в комплекте Можно где-то её закрепить И, соответственно, панель снимать чисто на магнитах То есть очень оперативно убирать её Так, теперь интересная тоже особенность Ну или не интересная Обратите внимание, что вот эти частоты Они выбираются только для второго бенда То есть на первом бенде вы её выбрать не сможете Также вы можете переключиться только, например, на работу с одним бендом Не с двумя одновременно Так, теперь смотрите, что здесь есть То есть это канал дальнобойщиков Амплитудная модуляция показывается Здесь вот подсказки сразу отображаются И, соответственно, вы можете переключать кнопкой мод Ну, по подсказке, второй кнопкой Переключать каналы Ну или частотные диапазоны ВХ-01 – это погодные каналы Соответственно, у нас они работать не будут 118-500, как вы видите Это АМ-модуляция Павиационный диапазон Соответственно, 101-5 в данном случае Или 550 – это широковещательные частоты Именно радиостанций Широковещательных Ну и это CB-диапазон Давайте сейчас вот в CB-диапазоне Тогда проверим чувствительность Интересно, сколько же всё-таки У данной станции будет чувствительность Так, шумодав Я сейчас на минимальный уровень тогда поставлю Вот как отображается приём Я сейчас, кстати, поставил Опять же, вот эти два динамика Их можно переключать Либо только на передней панели звук выводить Либо только на базовом блоке выводить звук Либо сразу одновременно По подсветке дисплея ещё, кстати, интересное Давайте я вам покажу Давайте вот этой рукой буду переключаться По подсветке дисплея Тоже интересная особенность То есть, видите, цвета RGB То есть, вы отдельно можете регулировать цвет Каждой составляющей Соответственно, дисплей у вас может быть Фактически любым Какой вам угодно Ну, или какой удобней для салона автомобиля Давайте я всё-таки такой сделаю По симпатичней По поводу языков, к сожалению Китайский, либо английский выбирается Так, что тут ещё интересного есть Давайте я вам покажу Есть здесь Crossband Repeater Вот спикер Select, видите Оба сразу будут выводиться Есть принудительное охлаждение вентилятором Соответственно, вы можете его либо постоянно включить Либо выключить вообще Либо он будет автоматически в зависимости от температуры Внутри корпуса работать Так Ну вот, Repeater Type Это либо обычный Repeater А, но здесь он не будет выбираться Потому что мы сейчас стоим на диапазоне Который только приёмный Но либо обычный Repeater Либо Crossband, либо выключен Так Ну и всё, в общем-то, больше А, ну вот ещё тоже интересная особенность FM-трансмиттер То есть вы можете задать частоту Куда станция будет Излучать все принимаемые сигналы И, соответственно, на приёмнике На своём, например, на магнитоле Установить эту частоту И принимать все приёмные сигналы Не на самой станции А именно на приёмнике Кому-то это может быть тоже полезно Так Ну, в общем-то, всё больше тут особенно интересного Ничего нет Давайте я буду замерять теперь чувствительность Так, ещё одно уточнение по поводу антенн Смотрите, у нас на основном блоке Два антенных разъёма UHF розетка и BNC розетка Так вот, UHF розетка используется Для всех бендов В том числе и для CB, и для радио И для авиа диапазона BNC розетка, второй антенный разъём Используется только для работы По классической схеме репитера Когда частота передачи и приёма Разнесена в одном диапазоне Это имейте в виду тоже Во всех остальных случаях Используйте именно UHF розетку Так, смотрим сначала Тогда частоту 27-135 Амплитудная модуляция Давайте я буду амплитуду увеличивать тогда И смотрим Шумодав на минимальном уровне Так, ещё разок Ну, минус 118 dBm Вполне неплохо Лучше, чем обычные даже CB станции То есть это где-то 28 сотых микровольта Чувствительность Вполне-вполне прилично Так, теперь к авиа диапазону переходим Так, ставим 120 тогда мегагерц ровно Амплитудную модуляцию оставляем Так, шумоподавитель, уровень Так Да, тоже на минимальном уровне Смотрим Так, амплитуда Да, здесь похуже Минус 114 dBm Так, теперь давайте проверять Это на втором бенде 145 частота Смотрите Шумодав также на минимальном уровне Но если я его вообще отключаю То сигнал уже будет слышен Сейчас я вам продемонстрирую Ну, естественно, будем проверять на минимальном уровне Поэтому давайте я амплитуду увеличиваю Потому что с открытым шумодавом Я думаю, что ездить никто Из-за вас не будет Так Минус 120 dBm Приличная чувствительность Так, теперь 434 ставлю мегагерца Так, не туда 434 Так, и здесь На станции Также на втором бенде 434 Так, уже открылось Давайте Поменьше Отлично Минус 121 dBm Так, теперь проверим Давайте избирательность Я сейчас отступлю тогда На 10 кГц Как обычно И С минус 121 ДБ Будем тогда Отсчитывать Тут, скорее всего, приемник супергетеродинный Насколько я помню Поэтому проблем С избирательностью Быть у него не должно Так Так 87, да 13 21 40 34, да Единицы Но Не очень высокая На 10 кГц Все, знаете, что я сделал Я переключился на первый бенд Частоту такую же установил Также сейчас проверю Избирательность Тоже, видите, на этих значениях она открывается Соответственно, для работы в стационаре Может быть, станция будет И Собирать у вас большое количество помех Все-таки Избирательность не идеальна Так, теперь давайте еще Интересно мне Проверить Чувствительность На первом бенде Отличается ли она Да Давайте я амплитуду Уменьшу Так, на втором бенде Мы получили Минус 121 ДБМ Теперь здесь Смотрим Ну На Один децибел Она отличается То есть Погрешность Можно сказать То есть И тот И другой Бенд По чувствительности Примерно Одинаков Принимаем На радиостанцию Застон Д9000 12345678910 Прием с радиостанции Застон Д9000 12345678910 Так, ну что Давайте подведем Итоги тогда По Застон Д9000 Станция неплохая Нам понравилась Естественно Нет того Глянца Который есть Например У станции Icon Там все И регуляторы Почетче работают И дисплей Сам Поинтереснее Продуманность Интерфейс Получше Но В целом В целом Станция неплохая Некоторые идеи Они Полезны Ну и комплектация Тоже богата Кстати я не сказал Про У него вход Есть аксессуарный Для подключения питания Например Через прикуриватель Но Сам Штырек Для питания В базе В блоке Он тонкий Достаточно То есть Допустим От каких-то Китайских станций Вам прикуриватель Не подойдет Вот Например Вайкоме В Т-10 Стоит тоже Здесь Сам цилиндр Он Пошире Поэтому Либо фирменный Придется докупать Тогда Либо Искать Что-то подобное От FTA 550 Он Штырь Этот Подходит Но там Выходное напряжение 9 вольт Всего лишь И Соответственно Станция Не работает По питанию По поводу Того Какую я станцию Все-таки Возьму С собой Наверное Это будет Президент Билл Потому что Мне некоторую Часть пути Придется ехать Поездом Чтобы Большую Какую-то Станцию Не таскать В том числе Вот это То есть Тут И Сама Станция Тяжелая И микрофон И Надо еще И патчкорд Это Тогда Тянуть Ну В смысле Вести С собой Наверное Все-таки Возьмем Поменьше По габаритам Какую-то Станцию Ну А антенна Будет Использоваться Президент Вирджиния Так По поводу Теперь 9-тысячной Станции По чувствительности Никаких проблем Не Обнаружили Мы Что Даже Приятно Для Сибишного Диапазона Но опять же Может быть Нюанс Кто-то Любит Переговариваться По трассе В смысле Выходить на передачу Здесь Эта станция Делать этого не может Только прием у нее По Авиадиапазону Она чуть похуже Но тоже Вполне достойно По избирательности Есть некоторые проблемы При 10-ти килогерцах То есть Если будете ставить ее В стационар То могут быть Прием И Соседних Каких-то каналов Ну то есть По Помехозащищенности Она Не очень Поэтому Ну Она в принципе И Такого Автомобильного Исполнения И сделана Потому что Для автомобиля Она будет Нормальна Все Продемонстрировали И передачу И прием То есть И модуляцию И принимаем Принимаемый Режим работы Да Режим приема Если у кого-то Вопросы есть Задавайте тогда Их в комментариях С этим На сегодня Тогда Закончим Потому что Много еще Вот Т-10 Скоро будет Сниматься Обзор Поэтому Кому видео Понравилось Подписывайтесь На канал Ставьте лайк Это Лива Телеком Всего вам доброго До свидания Кстати Забыл еще Сказать Может быть Кому-то Тоже Это будет Полезно Станция Потребляет Вот в таком Дежурном Режиме Около 300 Миллиампер Продолжение следует Продолжение следует